всем привет рада вас снова видеть давайте посмотрим с вами сегодня расклад на тему какие мысли вы не осознаете но они влияют на ваши действия так сделаю короткий расклад обычно я всегда говорю короткий он длинный но сегодня действительно хочу сделать короткий расклад просто посмотреть какие мысли мы их не осознаем но они влияют и так позиция номер один голубенький камешек какие мысли вы не осознаете но они влияют на ваши действия кольцо фортуны цикличные присутствуют какие-то мысли повторные повторно что это за мысли по поводу выбора то есть периодически я не знаю либо вы сталкиваетесь либо вы создаете в своей голове какую-то такую ситуацию в которой периодически надо что-то выбрать либо вы как будто бы знаете не можете определиться с выбором я вот так скажу то есть может быть один раз я я выбираю вот так а потом через какое-то время до основа сталкивать с аналогичной ситуации и вы хотите как будто бы по-другому либо там утром решили все я с этим человеком не общаюсь а иду в новое там не знаю к вечеру вам это человек пишет и как-то более позитивно к вам расположен и улыбается что-то такое все вы уже сменили мысли об этом человеке он вдруг сразу стал для вас хорошим потом там через два-три дня он как-то есть на резко вам ответил вот и вы сразу сменили отношение к этому человек здесь какая-то нестабильность то есть нестабильность ваших мыслях очень быстро меняете менять и своем выборе и причем это эти мысли они повторяются что еще с чем еще связана повторность по поводу знаете отношений двойка кубков здесь может быть да я хочу отношения потом через какое-то время нет я я не хочу нет я я хочу быть браке нет не брак не нужен да я хочу там что-то потом через какое-то время там не знаю посмотрите на какую-нибудь сложную за не за фильм про какой-нибудь сложные взаимоотношения между мужчин и женщинами что там подруга вам что-то расскажут и вы не не нафига мне это нужно мне это хорошо одной вот что-то такое вот какое-то не не непостоянство какое-то непостоянство мысли связаны с взаимоотношениями вот двойка сама упала двойка пендаклей как-то знаете непостоянные в каких-то в каком-то из на своем решении причем это одно какое-то решение и эти мысли они постоянно постоянно крутится вашей голове то так то то по-другому туда кто по-другому они вам как будто бы мешают почему эти мысли скорее всего как эти мысли действуют но они действуют на паркану мага на как раз ки достижения того что вы хотите то есть здесь как будто бы сила намерения она либо становится больше либо уменьшается то есть знаете это вот как некое такое желание да сегодня я хочу потом я не хочу вот из-за того что нету постоянства ваше желание как будто бы никак не может реализоваться потому что один раз вы говорите да я хочу вы направляете всю энергию фокус внимание все намерение на достижение это процесс запускается он начинает как будто приносить свои какие-то первые плоды но вот как только первые плоды пол появились вы сразу начинаете отказываться и это желание она отдаляется потом вот вот у вас мысли они такие то что что-то приближает и отдаляет вы как-то не можете устаканиться как еще влияют эти мысли эти мысли влияют на десятку пендакли это это то что влияет на на ваши финансы как минимум либо на какую-то стабильность но и на семью тоже в то что я сказала да про отношения то есть вы возможно не можете построить ту семью которую вы хотите потому что здесь не то что неуверенность понимаете здесь какая-то цикличность вот она связана с вашим настроением вот утром проснулся да я в хорошем настроении мир мне улыбается все хорошо я иду и достигаю у меня все получается потом я знаю как то настроение сменилось и вы ощущаете знаете как это тучки на небе появились дождик пошел и жизнь не мила и мне никто не нужен и я закрылся мне хорошо одному ну так сложно будет выстроить взаимоотношения такие как который вы хотели бы то есть вы не можете построить по магу ту жизнь которую вы хотите здесь на самом деле казалось да какие мысли но здесь очень сильное влияние вот именно вот этого сценария цикличности а почему вы не можете определиться то есть почему идет вот такая смена четверка жезлов это зависит от того как вы общаетесь с людьми понимаете здесь не от вас это зависит а именно от постоянного взаимодействия с другими людьми как будто бы люди влияют на на ваш выбор я не случайно пример привела что знаете как вот человек вам улыбается да он с душой вы все я люблю я хочу потом человек как-то отворачивается ой все я уже не хочу и не это человек не мил 10 мыслей они связаны с людьми они не связаны как-то там не знаю с профессиональной сферы либо это пример если у вас есть свое дело и она имеет отношение к услугам то когда вы получаете позитивную обратную связь да это вас мотивирует вы хотите что-то делать да прикладывайте усилия получается негативную обратную связь все я не хочу я не буду работать мне это не мое дело то есть такой человек который находится под влиянием других людей вы как будто бы отказываетесь таким образом от своей жизни вы ей не управляете то есть вами управляет не вы управляете а вами управляют давайте посмотрим коротко что вам нужно сделать лабиринт вам нужно выйти из этого лабиринта вашего сознания вот я говорила про ответственность нас вышел император взять свою жизнь свои руки вот в эти вожди правления что это значит это значит что каждый раз когда вы что-то выбираете как минимум задавайте себе вопрос кто выбирает я выбираю либо сейчас за меня решают другие люди если вы это выбрали то следуйте вашему выбору не поддавайтесь влиянию других людей вот вы выбрали например там быть в отношениях с кем-то будьте в отношениях потому что это ваш выбор если человек вдруг как-то изменил свою позицию по отношению к вам окей дайте ему возможность быть таким какой он есть а вам такой какая вы есть но при этом не отказывайтесь от человека то есть на эту свою особенность здесь вам не хватает какой-то вот ответственности понимаете не знаю как вам объяснить вы всю свою энергию расплескиваете вы как будто бы свою силу жизненную на которой можно строить созидать и достигать каких-то своих целей и желаний вы ее расплескиваете отдаете людям в плане того что зависим от мнения другого человека пускай и помните да это неосознанно вы это не осознаетесь и осознавали был по-другому вели себя но это даст вам возможность задуматься то есть очень не знаю чаще когда у вас появляются такие сомнения задавайте вопрос какой выбор я сделал кто сделал выбор я либо это социум либо это внешние какие-то факторы слушайте себя все время то есть вот здесь вопрос ответственности очень важно не в плане того что вы безответственный человек да и что-то не делаете а именно касательно вашей жизни касательно ваших желаний того что вы выбираете если вы что-то выбрали уважайте свой собственный выбор не обесценивайте себя потому что когда другие люди влияют как-то на ваш выбор опять же таки я говорю здесь возможно есть проверки да то есть например там не знаю ваших друзей пускай это не будет отношения у друзей один день такое настроение другой день другое настроение резкое как-то они с вами пообщались вы говорите все я уже таких друзей не хочу это показали того что вы попадаете в зависимость оставайтесь собой не не ставьте людей выше себя в плане важности не придавайте им столько важности до важности их настроению важности их поведению важности их мнению я надеюсь вы меня услышали так позиция номер два красный камеши какие мысли вы не осознаете двоечки но не влияет на ваши действия аркан умеренности он тоже некоторой степени говорит о выборе но здесь не не циклично здесь ваш выбор связан именно с правильностью вот правильно я поступаю или нет здесь вот как-то об этом речь идет вот ваше сомнение которые влияют на ваше действие они связанные именно с правильностью потому что вы как будто бы начинаете что-то делать вы понимаете что да я правильно поступаю а потом не знаю может быть вам человек скажет как-то свою точку зрения и вы видите в этом тоже какую-то правильность и получается так что он не хотя вас как будто бы переубеждает и здесь а понимаете с одной стороны вопросы ценности а с другой стороны вопросы практичности и знаю вот мне почему то идет какая-то ситуация знаете военная либо как во время войны было вот во время второй мировой войны и вот сословия например аристократов да когда им нужно выбрать ездить они всю жизнь например ели из сервиза из фарфорового и тут и допустим этот сервиз достался как-то по наследству то что такое семейное на было и тут например важность каких-то практических моментов я не знаю поесть и человеку надо обменять этот сервиз на еду ну потому что здесь вопрос выживания и здесь вы сомневаетесь что сделать то есть вот это допустим сервиз это единственное что мне осталось там не знаю память о маме на там либо там бабушки еще что-то а с другой стороны здесь вопрос выживания встает вот у вас такие мысли появляются вы не знаете что сделать то здесь ценность а а здесь выживание то есть вы как будто бы как этот вас двойственность присутствует вас разделяет на моральную нравственность на чистоту и на что-то такое земле земное практичное и вот у вас действительно разрывает и вы не знаете что делать вот мыслях у вас такие бывают эти мысли влияют еще какие мысли влияют мысли по поводу не знаю вашего аркан звезды по поводу вашего предназначения по поводу какого-то воодушевления вдохновения мечты какие-то далекие цели ты тоже влияет мне такое ощущение что знаете вот первый аркан умеренности здесь два великих аркана прямо такие знаете на которых хочется сказать что вы особо-то повлиять и не можете вот первый аркан он как будто бы немножко вносит вашу жизнь раздрай ну его можно обозначить как не совсем позитивное влияние а вот второй аркан звезды он говорит о позитивном влиянии на мысли на ваши действия то здесь какие-то мысли по аркану звезды которые вас куда-то ведут какое-то движение здесь есть каким образом они влияют на действия значит первые вот эти удовольственные мысли каким образом влияют на действия вы как будто бы не можете определиться здесь есть какая-то тайна непонимание как будто бы что-то скрыто от вас какие-то возможности вы закрывает либо закрываетесь от возможностей либо вам закрывает возможность вот эти вот мысли разделения они как будто бы не дают вам шанса войти вот в новые врата в жизни в такую более изобильную почему потому что они разбивают вам сердце он причиняет вам боль неудобства и по аркану мира вы очень долгое время думаете идти в новой не идти там что-то завершить не завершить с чем связано здесь верховная жрица с тем что вы не знаете как принять решение вот правильное решение я говорю вот этот вот вопрос правильности правильности чистоты намерения сложно сложно принять решиться на что-то вот вот в этом то есть ваши мысли они не помогают вам они наоборот вас отдаляют если вы следующий раз будете ослабливать эти мысли придумайте себе какой-то сценарий новое новое поведение который вы хотели бы чтобы он был и вот в эти моменты фокусируйтесь на своем новом сценарий который вы хотели бы в себе внедрить посадить что касается аркана звезды как он влияет мысли вот эти эти мысли они влияют на на ваш путь как будто бы знаете искать путь богатству путь к изобилию путь путь по познанию именно материального мира и готовность обучаться открытость вот аркан звезды он влияет на ваши действия в позитивном ключе у вас все время сподвигает на что-то новое на то чтобы идти в него и в неизвестность на то чтобы преодолевать какие-то страхи на то чтобы совершать первый шаг на то чтобы обучаться чему-то новому на то чтобы я не знаю пробовать путешествовать как-то двигаться дальше то есть вот второй аркан он позитивно влияет на вас а вот аркана вот этой умеренности он привносит сомнения и усугубляет принятие решения что нам нужно сделать по этому поводу шестерка кубков дьявол и лицарь пендакли вам как будто бы знаете надо двигаться вперед без каких-либо привязок связанных с прошлым без оглядок то есть не оглядываться в прошлое вот то что вам как раз и помогает аркан шута то есть постоянно двигаться вперед если надо что-то выбрать я не знаю делать или не делать выбирайте делать сказать не сказать скажите то есть все что движет вас вперед не задумывайтесь на тем что правильно а что неправильно задумывайтесь на том то есть правильного и неправильного нету правильно неправильно это оцениваете вы а вы оцениваете на основе своего прошлого опыта поэтому здесь вот от прошлого как будто бы надо все время отказываться даже если это повторная какая-то ситуация все время выбирать как будто бы с чистого листа Потому что любой вот этот вот опыт, он вас обогащает, он вас чему-то научает. Когда вы хотите выбрать правильный путь, вы, как бы так сказать, выбираете не совсем верное. Когда вы выбираете правильный, то есть, как это объяснить? Вам правильность не нужна, вам нужен жизненный опыт, вам нужны знания, то есть для души я имею в виду. А правильное, неправильное, это не совсем про опыт. Вы никогда не будете знать, что есть правильное, что есть неправильное с точки зрения души. Вот с точки зрения ума, да, это его задача оценивать, сервировать и, там, я не знаю, вести некую такую статистику, да, как поступать, что делать, что надо, что не надо. То есть вот эта дуальность, черно-белая, надо-не надо, хочу-не хочу. В плане души ей все интересно, ей все хочется знать, ей все хочется попробовать. Поэтому, когда вы выбираете, там, я не знаю, неправильное, отказываетесь от этого, скорее всего, вы ее как будто бы лишаете необходимого опыта. Поэтому здесь как будто надо изменить точку зрения, не смотреть на жизнь с точки зрения правильного, неправильного, а с точки зрения, чему меня научила этот опыт, да, какие, что я вынес из этого. Чему я научился? Здесь для вас важен аркан звезды, да, вот этого воодушевления, вдохновения. Аркан рыцаря кубков, как состояние души. И аркан шута, обучаемость, желание идти вперед, двигаться куда-то вперед. То есть туда, куда вас ведет, не знаю, вас ведет ваша внутренняя интуиция, ваш внутренний голос, ваш внутренний колокольчик. То есть туда идти, не рассматривать с точки зрения правильно, неправильно, а как-то вот через внутреннее состояние вот этой вот верховной жрицы. Не знаю, смогла я объяснить или нет, что здесь, я не знаю, какие слова подобрать. Как могла, так и объяснила. Надеюсь, вы меня поняли. Если пропустили через себя информацию, то она вам будет понятна на уровне интуиции. Позиция номер три. Зелененькие камешек. Какие мысли вы не осознаете, но они влияют на ваши действия. Король жезлов. Те минуты, когда вы о чем-то мечтаете. Те минуты, когда вы о чем-то фантазируете, представляете, воображаете. Причем воображаете по поводу вашего будущего. Вот мысли о вашем будущем, они влияют на ваши действия. Каким образом? Аркан справедливости. Пашпиндапли. Они как будто бы закладывают, сеют семена и создают ваше будущее. То есть то, что вы представляете в своей голове о том, не знаю, как бы вы хотели. Не знаю, как вы рисуете свое будущее. Не важно в позитивном, в негативном ключе. Не важно, как вы его представляете. Вы сеете непосредственно по справедливости свое будущее. Поэтому, если, например, вы в моменты, когда вы расслаблены и начинаете о чем-то фантазировать. И представляете себе не совсем позитивную картинку. Имейте в виду, что вы ее создаете. То есть таким образом вы создаете свое будущее. Например, представляете, что идете на собеседование. И, не знаю, как-то в своей голове увидели, что, не знаю, нехорошо пройдет что-то. Так оно и будет. То есть здесь имеет какое-то большое влияние ваше образное мышление на ваше будущее. Почему? Потому что оно долгое время идет на повторе. В долгое время держите эту картинку. И как будто бы таким образом вы ее воссоздаете. О чем здесь говорит Аркан Солнца? Здесь есть какой-то самообман. Могу понять, здесь что-то связано как-то, знаете, с какой-то двойственностью. Как будто бы вы хотите показать, не знаю, лучшую часть себя представляете. Но при этом как будто бы внутри вас вы как-то чем-то огорчены, разочарованы. И это вводит вас в негативный какой-то момент. Здесь смотрите, как еще тоже есть такая деталь, что даже если вы представляете будущее в самом идеальном, наилучшем варианте, здесь оно тоже как будто бы не будет исполняться. Почему? Потому что внутри себя вы как будто бы в этом не уверены, разочарованы. То есть такое ощущение, что то, что вы воссоздаете, не знаю, как будто бы делаете запрос Вселенную на создание какого-то позитивного будущего, но внутри себя, в голове, вы как будто бы разочарованы, вы не верите в то, что это может произойти. И это тоже очень сильно как будто бы влияет. То есть по идее вот такое ощущение, что здесь вам Вселенная говорит, вот представь все, что ты хочешь, я тебе это реализую. Вы говорите окей, начинаете что-то там, если вы в хорошем настроении, начинаете что-то представлять, и оно случается. А потом, когда вы находитесь в негативном каком-то настроении и стараетесь что-то позитивное представить, но из-за того, что вы не верите внутри себя, потому что вы разочарованы в этом, да, это не случается, вы не можете, Вселенная не может вам воссоздать ваше позитивное, вот это намерение, желание. Почему? Потому что идет несостыковка. Это, допустим, там голова говорит, нет, такого быть не может, а душа как будто бы объясняет, говорит, да попробуй ты, да, давай это сделаем, но получится. И вот из-за того, что есть разногласия головы и сердца, не реализуется то, что вы хотите. Всегда реализуется то, что идет в гармонии, да, то, что хочет сердце и то, что хочет голова. Вот когда вы в хорошем настроении, да, то есть голова, она не начинает вам компосировать мозги, как мне говорят здесь, да, а она как будто бы идет в согласии с вашим внутренним настроем. И тогда все получается. То есть вы представляете, можете представить в деталях, и это случится. А иногда бывает так, что как бы вы хорошо не представляли, да, вот из сердца, чего бы вы не хотели, из-за того, что вот в голове есть какие-то вот эти вот несогласия, противоречия, голова говорит, да нет, такого быть не может, как бы ты там не представлял, это все фигня, не случится такого. Вот из этого как будто бы не происходит. Идет разрушение. Да, вы как будто бы сами себе вредите. Когда вы занимаетесь моделированием будущего, я про это говорила, просто иногда вспоминается комментарий, который написал там подписчик, такое ощущение, что то, что вы говорите, я уже это где-то слышала. В раскладах очень часто повторяюсь в плане того, что, ну, люди одни и те же, и энергия примерно одни и те же. И получается, что из расклада в расклад, да, повторяется информация какая-то. Вот здесь как раз и речь идет о том, что у вас есть сила намерения, и вы можете моделировать свое будущее. У вас есть эта способность, у вас есть этот талант. Но из-за того, что иногда идет вот это вот разногласие вашей головы с вашим сердцем, нету соглашения. Соглашение, да, это как будто бы правое и левое полушария, они не могут договориться между собой. И у меня такой пример идет. У нас здесь, я не знаю, как в России, в Греции, когда проходят выборы, да, если человек идет голосовать и бросает просто белый лист бумаги, то он все время идет в пользу того, как это, в пользу той партии, которая набрала больше голосов. То есть ты вообще ни за кого не проголосовал, да, вот белый лист сбросил, но из-за того, что он белый лист, он как будто бы идет в пользу большинства, да, той партии, которая набрала больше голосов. И вот этот пример, он всплыл. И здесь о чем это говорит? То есть ваши мысли, ваша сила, энергия, которую вы запускаете на реализацию, на моделирование своего будущего, то, что вы хотите, она идет всегда в пользу наибольшей силой притяжения. И в данном случае негативные мысли, негативные эмоции, они имеют больше вес. Почему? Потому что они, если душа она нейтральная, условно говоря, да, то мозг имеет вот этот вот заряд. И здесь, когда вы находитесь в негативной, проживаете какие-то негативные эмоции, они имеют больше вес, потому что мозг в них верит. Потому что человек по своей природе, да, он пессимист, он больше верит в негативное, нежели в позитивное. Поэтому, когда вы хотите что-то построить, вы должны прийти к такому состоянию, когда у вас идет согласие и души, и головы. Если голова в чем-то не согласна, вам сложно будет это реализовать. Вот прям, не знаю, запишите здесь где-то для себя и запомните, и проверьте это. И вы увидите, что это так, это как будто бы причина, почему у вас что-то не получается. То есть у вас очень сильная сила намерения моделирования. Но вот поэтому вам очень важно убеждения ваши, чтобы они были в позитивном ключе. Чтобы, я не имею в виду в тот момент, когда вы моделируете, да, то есть там желание, либо еще что-то, чтобы оно было создано в позитивном ключе. А в том, чтобы вы научились перепрограммировать свою голову и мыслить в позитивном ключе. То есть если есть какие-то трудности, сложности, все равно в них надо увидеть что-то хорошее. Чему-то это вас все равно учит. Когда вы приучите свою голову мыслить вот в таком направлении, такую стратегию выбирать, тогда вам проще будет достигать каких-то своих желаний. Не потому что вы научились мыслить позитивно, а потому что таким образом у вас чаще будет происходить с согласия ума и вашего сердца. Потому что, еще раз скажу, сердце, оно нейтральное. То есть любое желание, которое вы хотите, оно может вам исполнить. Не исполняет, почему? Потому что в голове есть вот эти вот преграды. И вам эти преграды надо менять на позитивные. Спрошу, получится ли у вас, если вы захотите пойти в новое туда? Ну, очень сложно здесь будет. Очень медленно все будет разворачиваться. Вам нужно это осознать, что я сказала. И, как говорится, порефлексировать на этот счет. Потому что ваш характер, есть какие-то качества, которые не согласны с тем, что я озвучила. Такая у меня была для вас третья позиция и расклад. Пишите свои комментарии. Я благодарю за любое движение, которое есть на канале. Оно помогает быть заметной в пространстве интернета. И плюс ко всему приносит мне какое-то удовольствие, наслаждение. То есть повышает и мою энергетику. Наше взаимодействие обоюдное. А я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Всем пока-пока.